Девушки отдыхают Быков, мне ж финал на носу. Я ребят год готовил. Ваня, приказ сверху. Это Сатурн. Конец связи. Спокойной плазмы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иван Борисович, тут рыбы нет. Рыбалка это время для решения задач, а не для ловли рыбы. Так, какие у нас шансы на победу? Да какая победа? Есть шанс войти в пятерку. Москвичи уже там, это и так понятно. У Хабаровска есть шанс. У них железо отличное. Да, только сетку они обучить не успеют. А Питер? Питер. Ну, 50 на 50. Они, как и мы, нам бы тестировщика, ли дары до конца протестировать. Иван Борисович, может вы? Против правил. Думаю, что у вас есть все шансы на первое место, даже без тестировщика. Ага. Как шансы поймать здесь рыбу? Может, все-таки поможете? Никто не узнает. Ты, капитан, ты должен верить в успех. К тому же через два часа я уезжаю на космодром. Подождите. Рейс ведь в конце августа. Через две недели. Приказ Юрковского. Так финал через три дня вы успеваете? Надо две недели отсидеть на карантине. Так что без меня. Тогда вероятность нашей победы улетучивается. Вероятность есть всегда. И улетучиться она не может. Девушка улетучиться, к примеру, может. Как у одного моего знакомого незнакомца. Эти ваши речевые заворота. Жизненные чудеса. И вот с этим моим знакомым они случались постоянно. Встретил я его лет двадцать назад. Мальчишкой был совсем. Как ты. Тут женщина не пролетала? Молодой человек. Мир полон удивительных чудес. Да уж. Можно я просто заберу свои вещи? Вещи? А, да. Пожалуйста. Выслушайте меня, пожалуйста. Отпустите меня. Отпустите вас. А, да. Извините, не хотел вас напугать. Да. Рюкзачок забыли. И без него проживу. Отдайте рюкзак. А вы выслушаете? Да. Честная пионерская. Ну, тогда, пожалуйста. Только я буду вынужден начать издалека, чтобы вы поняли и поверили. Честный пионер. Внимательно слушаю. Это началось еще в детстве. Я учился играть на скрипке и разбил четыре стакана и блюдца. Это не то, что вы подумали. Это известный физический закон, явление резонанса. Вот. Как с тем мостом, по которому шла колонна солдата, он рухнул? Именно. Только на самом деле тот мост рухнул от динамической нагрузки. Но амплитуда колебания, неважно, ход мысли верный. Стаканы и блюдца тоже можно дробить резонансом, если подобрать колебания нужных частот. Вообще, в обычной жизни это явление встречается довольно редко. Очень скоро мои родители заметили, что я нарушаю закон бутерброда. Так, еще раз. О, ты видела, нет? Видела? Двадцать второй раз подряд. А при чем здесь бутерброды? Ну как же, закон бутерброда. Это же фольклор. Бутерброд всегда падает маслом вниз. Все плохое происходит чаще, чем хорошее. Хотя, по теории вероятности, там пятьдесят на пятьдесят. Мы такого еще не проходили. Значит, вы меня не поймете. А вы попробуйте объяснить. Ну, я вообще-то в кружке робототехники. И с паяльником дружу. Хорошо. Бутерброд падает не только маслом вниз, но и маслом вверх. Если ронять его, например, десять раз, он непременно упадет и маслом вверх. Но не пять раз, а два раза. Но если подбрасывать его очень долго, например, несколько тысяч раз, то масло вверху окажется в половине всех случаев. В теории вероятности это называется математическим ожиданием. Держите. Ой. Благодарю вас. Я был рассеян и часто ронял бутерброды. И они всегда падали маслом вверх. Ну и хорошо же. Чего хорошего-то? Я понимаю, когда это изредка. А когда всегда? Всегда! Давай, ты. Давай, давай. Орел. Орел, ой. Орел. Орел. Давай еще раз. Давай, не убирай. Тогда мне все это представлялось таким интересным, но казалось очень забавным чувствовать себя средоточением всех чудес. Но дядя знал теорию вероятности и осознавал, чем такие вещи могут кончиться. 98 на 100, Артем. 98. Он уже тогда понял, что я конченый человек. Он так и сказал. Ты, Тема, конченый человек. Держите. О, благодарю. Простите, а вы, вероятно, математик? Да какой я математик. Я флуктуация. Вот. В природе наиболее вероятные события происходят наиболее часто. Менее вероятные реже. У меня в жизни все наоборот. Ну вот, вот представьте себе комнату. И вдруг весь воздух в комнате собрался в одной ее половине. Тогда в другой окажется безвоздушное пространство. И все, кто в нем сидели, задохнулись. А остальные посчитали это бы за чудо. А это не чудо. Это реальный, но необычайно маловероятный факт. Вот это была бы гигантская флуктуация. Ничтожно вероятное отклонение от наиболее вероятного состояния. Как и я. Я видел двенадцатикратную радугу семь раз. Видел полярное сияние в Алма-Ате. И двадцать раз наблюдал знаменитый зеленый луч. И что, вы поверили всему, что он рассказывает? Нет, конечно. На всех экзаменах я вытаскивал билет номер восемь. Даже когда билетов было всего семь, я вытащил билет номер восемь. Который преподаватель решил добавить за час до экзамена. Да. Еще? Пожалуйста, да. Бутерброд маслом наверх, это, конечно, приятно. А вот насморк первого числа каждого месяца, а? Да, вот я тоже согласен. Не очень. И зарегистрировал всего один случай попадания метеоритов человека. Огромная дыра была на штанах. Благодарю. Когда я ходил в походы, ко мне частенько залетали шаровые молнии. А однажды в моем присутствии произошло нарушение второго закона термодинамики. До сих пор пробую воду пальцем, прежде чем ее пить. Я приехал в Батуми, а там началась засуха. Спасая урожай, я отправился в Гоби и трижды попал там под тропический ливень. А однажды я стал источником мощного магнитного поля, представляете? Да. Вы извините, но мне уже пора идти. И мне никто никогда не верит. Даже вы. Только дядя верил. Вы простите, но у меня просто электричка. Стойте. Стойте, слушайте. Час назад от меня улетела знакомая. Мы с ней гуляли там наверху, по парку. Но в конце концов я тоже человек, и у меня были самые серьезные намерения. Вдруг она вскрикнула, оторвалась от земли и поднялась в воздух. Я схватил ее за ногу. Да, вот, вот. Посмотрите, вот, вот осталась. Вы мне скажете, что я должен считать себя убийцей, да? Но ведь я не стал ее искать. Да потому что я испугался, что станет только еще хуже, понимаете? Поможете мне ее найти? Я не знаю. Давайте попробуем поискать ее в лесу. Может быть, она зацепилась за дерево? Раньше эти чудеса происходили только со мной. Теперь вот улетела девушка. Завтра провалится сквозь землю сотрудник. После за... Да вот вы, например, вы же ни от чего не застрахованы. Вы знаете, я лучше пойду. Не люблю эти бессмысленные жертвы. Извините, если с вами вдруг что-то случится. Извините, если что-то случится с вами. Вдруг вы тоже... Никогда больше я о нем не слышал. И более странного человека в своей жизни не встречал. Так вы ее нашли? Кого? Ну, девушку. А ты мораль нашел? Вопросами на вопросы нечестные. Тяни, клюет. А это за мной. Стойте, Иван Борисович. А что с девушкой? Подождите. А что с девушкой? Иван Борисович, стойте. 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 Продолжение следует...